Шилу в мешке не утаишь. Вся невероятная правда о Путине. Владимир Путин – один из самых известных политических лидеров нашего времени. Интерес к персоне российского президента по-прежнему не утихает, поэтому предлагаю узнать 10 интересных историй и фактов о Владимире Путине. Хронические опоздания. В 2013 году Владимир Путин заставил папу римского Франциска ждать его целых 50 минут. Но это не первый случай опоздания российского президента. В 2012 году он опоздал на 3 часа на переговоры по Сирии с госсекретарем США Джоном Керри, а в 2003 – на встречу с британской королевой Елизаветой II. Путин – богатейший человек в мире. По мнению международного финансиста и инвестора Уильяма Браудера, состояние Путина оценивается в 200 миллиардов долларов. Получается, Путин даже богаче Билла Гейтса. Дворец Путина. Говорят, резиденция на миссии «Идокоспас» принадлежит Владимиру Путину. В декабре 2010 года в открытом доступе в интернете появилось письмо о коррупции к президенту России Дмитрию Медведеву. В письме говорилось о том, что для личного пользования премьер-министра Владимира Путина на побережье Черного моря с 2005 года строится комплекс для отдыха, а с 2007 года сделается виноградник для производства элитных вин. Брак и развод Путина. В 2013 году Владимир и Людмила Путина объявили о разводе. На тот момент супруги прожили вместе 30 лет. Вырастили двух дочерей. Многие утверждали, что развод был осуществлен исключительно по желанию самого президента, ведь у него уже давно отношения на стороне. «Дети выросли, мы почти не видимся, у каждого своя жизнь», – подвел итог Путин и теперь уже его бывшая жена. Путин выпил национальное достояние Украины. Прокуратура Украины, продолжающая считать полуостров Крым украинской территорией, возбудила уголовное дело против директора велотенческого комбината Массандра Янины Павленко, так как она открыла для президента России и его друга 240-летнюю бутылку вина. Во время поездки в Крым Владимира Путина и Сильвио Бернускони директор винодельни открыла для важных гостей бутылку уникального коллекционного вина – «Херез де ла Фронтера» 1775 года. По легенде, это вино привез в Крым сам граф Михаил Воронцов. Украинская прокуратура оценивает ущерб, нанесенный Павленко государству, 60 фунтов стерлинга. Путин украл чемпионский перстень. Президент Владимир Путин украл пальцу американских чемпионов, неожиданно объявив магнат Роберт Крафт, бывший владелец перстня за победу в Супербоу 2005 года. Историю с нечаянным дарением СМИ обсуждали еще в 2005 году, когда и состоялась встреча. Тогда Крафт положил конец пересудам, объявив, что решил подарить уникальный перстень со 124 бриллиантами из уважения к президенту России. Теперь он изменил показания и говорит, что на него довели из Белого дома. Крафт уверяет, что Путин взял перстень без спроса, а когда Крафт хотел его забрать, ему помешали трое агентов КГБ. Музыкальные способности Путина В 2010-м на одной из благотворительных акций Путин шокировал публику своими музыкальными способностями, исполнив песню «Глубери Хилл», причем в джазовой обработке, аккомпанинируя себя на рояле. Как сказал сам президент, он не умеет ни петь, ни играть, но ему это очень нравится. Потом Путин еще раз вернулся к роялю и спел, с чего начинается Родина. Поход Путина против продуктов Владимир Путин ввел запрет на импорт в Россию овощей и фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов из всех стран-членов ЕС и Норвегии, а также из Канады, Австралии и США сроком на один год. А остаток французских сыров, польских яблок и других заграничных продуктов был сожжен в печи Калпинского крематория в Санкт-Петербурге. Путин любит американскую литературу. В интервью американскому журналу для охотников и рыболовов Outdoor Life Путин признался, что любит читать особенно американскую литературу, в частности произведения Джека Лондона и Эрнеста Хеминвэя. К любимым произведениям у последнего Путин отнес «Прощай оружие», «По ком звонит колокол» и «Старик и море». Как сказал сам президент, герои этих произведений повлияли на формирование его характера и любовь к природе. Путин любит зверей. В сети можно найти множество милых фотографий российского президента со всевозможными животными, от собственных собак до медведей и тигров. Как утверждает Ян Кубик из Университетского колледжа Лондона, Путин своим отношением к животным хочет сказать следующее. У меня тоже есть сердце, но моя любовь грубая и мужественная.